Немало было учеников у Алексея Кондратьевича Саврасова. Самый известный и великий художник, среди его учеников был Исааки Ильич Левитан. Необычайно тонкое восприятие природы, оно относится в большей степени к именно этим двум великим художникам. Но, к сожалению, судьба художника Алексея Кондратьевича Саврасова сложилась куда более печальнее, чем у кого-либо. Но в начале творческого пути у Алексея Кондратьевича складывается все очень хорошо. В 24 года он получает звание академика жилописи. Сама великая княгиня Мария Николаевна приобрела у художника еще в то время, когда он был студентом училища. Впоследствии, где он преподавал полотно «Степь с чумаками вечером». А самую известную работу художника «Грачи прилетели» приобретет впоследствии Тайтиков. И так получится, что впоследствии многочисленные авторские повторения в разных вариациях именно этого сюжета не позволят элементарно художнику умереть с голоду. Много горя было в жизни художника. Он теряет практически одну за одной своих дочерей. Художник топит горе в алкоголе. В результате его увольняют из училища, где он преподавал, и отбирают квартиру. В последние годы Алексей Кондрачевич Саврасов ночует там, где придется, и пишет небольшие этюды и авторские повторения. В буквальном смысле обменивая свои картины на порцию еды и бутылку спиртного. Однажды коллекционер, меценат Павел Михайлович Третьяков сказал следующее. Дайте мне лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия. А поэзия во всем может быть. Это дело художника. И словно вызов принял Алексей Кондрачевич Саврасов, написав потрясающую картину «Проселок». Эта потрясающая работа осталась в тени автора совершенно незаслуженно, поскольку действительно работа «Проселок» – это чудесная картина. Она отражает всю суть и мощь живописи Алексея Кондрачевича Саврасова. На первый взгляд в этой работе нет какого-то сверхтонкого, замысловатого сюжета. Однако, если внимательно посмотреть, тут действительно вся суть художника и потрясающее количество экспрессии, глубины и мастерства. На картине изображена проселочная дорога, размытая дождем. Лужи покрывают неровности ландшафта, и дождевая вода заполняет разбитость дороги. Небо покрыто тучами, а ветер неугомонно беспокоит деревья, стоящие вдоль дороги. Но сквозь тучи пробивается солнце, словно дает надежду нам всем и всему живому на самое лучшее, но глубокому сожалению Алексей Кондратьевич Саврасов закончил свою жизнь в нищете, но великое искусство Алексея Кондратьевича Саврасова нас всегда будет возвращать к его картинам, и мы всегда будем помнить этого великого художника.